У копейских садоводов начался дачный сезон. К активной работе сейчас готовятся и в товариществе имени Мичурина. Причем направления деятельности разные и огородничество, и ревизия садового хозяйства. Многие садоводы бросили свои участки. Кто-то не появлялся в садовом товариществе 15, 20 лет, а то и 25. И вот возникшие теперь вопросы, право собственности у человека осталось. И эти вопросы, которые возникают, человек может хочет вернуться обратно. Мы решаем в правовом поле. Обращаемся в правоохранительные органы, в суд и восстанавливаем земли, которые были брошены. Планы работы на этот год у товарищества большие. Выполнить проектирование внутренней застройки, поставить участки на кадастровый учет, благоустроить водоем, отремонтировать инженерные сети. Мы уже начинали делать эту работу, но финансирование как бы у нас, скажем, застряло. В 2016-2017 году финансирование идет за счет целевых взносов тех садоводов, которые понимают ситуацию, и инвесторов, взносы в кассу на расчетный счет товарищества в настоящее пока время поступают частично. Причины мы выяснили. По данному факту мы обратились в правоохранительные органы. Люди сдавали ненадлежащему лицу членские взносы, и мы также эти вопросы будем решать в судебном порядке, чтобы взносы эти у нас были возвращены для развития садового товарищества. К сожалению, на территории товарищества случаются ЧП, которые приводят к материальным убыткам. Например, весной этого года сгорели несколько садовых домиков. Службами МЧС по факту были рассмотрены данные вопросы, были назначены экспертизы службами МЧС. Проводилось это в областном подразделении. Есть заключение по данному факту, что все эти вопросы переданы в правоохранительные органы. То есть в рабочем порядке они рассматриваются. Несмотря на сложности в работе и финансировании, товарищество имени Мичурина строит планы развития. Это и благоустройство дорог, и дальнейшая электрификация хозяйства.